Добрый день дорогие друзья, приветствую вас на канале Вортекс Спорт. Сегодня вас ждет новый дайджест, в котором мы осветим новый интересный контент на каналах наших героев и в описании дадим ссылки на все исходные видео. А в финале подведем итоги голосования за самого крутого дикаря нашего проекта, который раздлилась целую неделю. Начнем с очень хорошей новости. Спустя не несколько лет активного участия в различных ютуб проектах Денис Вовк все же решился на создание собственного канала и вновь вернулся к активности в медиа пространстве. Он уже выпустил четыре разноформатных видеоролика и обещает зрителям большое количество разнообразного интересного контента. Первое это силовая история. Это все что мы делали на Фитстарс. Тренировки, зарубы, всевозможные стронгмен, турники и так далее. Все это будет, это наверное будет основная часть. И будет разбавка футбольным контентом. Это такой развлекательный и с какими-то показ навыков. И еще разбавим такой мужской кухней. Буду показывать именно мужские рецепты. Стейки, рыба, копченая. Вот все в таком стиле. Также, ребят, жду от вас в комментах. Пишите, что вы ждете больше всего от меня, какого контента. Я к этому обязательно прислушаюсь. Посмотрю каждый коммент. Давайте. Звучит многообещающе, поэтому обязательно подпишитесь на канал Дениса, перейдя по ссылке в описании. Ну и также он вместе с Александром Селивановым принял участие в соревновании по метанию цель ножей, топоров и саперных лопаток. Данное видео с подробным объяснением техники ошибок вы можете найти на канале Саши Селиванова. Ссылки есть в описании к этому ролику. А че, лом тоже метаешь? Да. И да, лом там тоже успешно метнули. Алексей Шреддер довел до финала свои первые продолжительные импровизированные соревнования для топ-воркаутеров на уличной площадке. Вы уже видели зарубы в потягиваниях, отжиманиях на брусьях по золотому стандарту, выходом силы и длительности виса на турнике. Но Алексей не остановился на достигнутом и втянул своих гостей в зарубу по дальности прыжка с места, отжиманием от пола на выносливость и до кучи на подъемы с переворотом все в том же легендарном золотом стандарте. Евгений Лосис пытал свои силы в двух тестовых нормативах, подзаимствованных у воздушно-десантных войск. Также он сдал тест физической подготовки на черный пояс по карате и тем самым, как мне кажется, запустил очень интересный и крутой челлендж. А еще поделился мощным тренировочным комплексом на прокачку пресса, который явно рассчитан на подготовленных атлетов, которым нужно улучшить свои результаты. Тема укрепления пресса подхватил и Артур Кратько по прозвищу Кратос, который презентовал свой бешеный комплекс для тренировок в домашних условиях. Не остался в стороне и Андрей Филиппов, предложивший свою версию упражнений. Как вы понимаете, весь тренировочный блок в сегодняшнем дайджесте у нас посвящен тому, чтобы сделать ваш пресс крепким и рельефом. А хотя нет, не весь. Друзья, всем привет, вы на моем канале и сегодня очередная обучалка, чтобы научиться отжиматься в той иной руках. Мы еще заглянули на дом 2 к Павлу Бабичу, где он всегда старается найти время для спорта и мотивации. И в этот раз Павел презентовал 6 упражнений, которые помогут вам научиться отжиманиям на руках. Как вы помните, Максим Трухановец 3 месяца назад сделал 100 выходов силы за один подход. Но, к сожалению, никто из топовых атлетов не решился ответить на его вызов. И, видимо, поэтому Макс решил занизить планку и, сделав 50 повторений за 5 минут и 10 секунд, ждет ваших ответок. Как ждем их и мы, вы всегда можете прислать видео своих попыток в предложенные новости нашей официальной группы ВКонтакте. Сам же Максим ставит перед собой задачу улучшить свой результат и сделать комплекс менее чем за 5 минут. Крайне любопытный челлендж предложил и Дмитрий Кузнецов. Короче, подтягивания с бутылкой на голове и с отжимания на брусьях, значит, с бутылкой на голове. Главная цель которого не уронить бутылку во время упражнения, выполнения упражнения. В общем, поехали. Очень интересно, кто и как сможет ответить на вызов Дмитрия. Может быть, кто-то решит удивить вообще всех и сделать этот челлендж с 5-литровой баклахой. Ну, или хотя бы с 3-литровой банкой. Юрий Спасокуковский пошел в престолый поход против золотого стандарта Алексея Шреддера. Почему-то все люди думают, что оптимальная или правильная техника должна быть какой-то утрированно чистой, замедленной. И это будет очень-очень круто. И пролег на свою сторону Виталия Пищука. Так, ребят, новый бриллиантовый стандарт. Когда мы подтягиваемся, у нас одна нога подогнута. Взгляд. Один глаз смотрит вправо, другой глаз влево. А темная та сторона Эли Свепта решать вам, уважаемые подписчики. Пишите в комментариях свое мнение и присоединяйтесь к кому-то из старых соперников. Также Юрий показал мощную тренировку на трицепс с гантелями. А потом еще и сделал вызов всем гиревикам, стартовав новый челлендж. Ждем ваших ответов в нашей группе ВКонтакте. А Денис Саратов решил устроить подписчикам экскурсию по своей жизни. Сегодня необычное видео. Наверное, первый раз такое снимаю. Такой будет мини-влог. Я покажу, как я питаюсь, как я тренируюсь. Вообще, в целом, покажу свой распорядок дня. Я думаю, для некоторых это будет интересно. Поэтому сразу же поставьте лайк, чтобы эти видосы выходили как можно чаще. В одном из новых видео он показал свой распорядок дня, тренировки, режим питания, меню и многое другое. А в другом он взял блог соревнований и поделился информацией о том, сколько можно заработать, выступая на подобных турнирах. Но, если сравнивать с каким-нибудь даже олимпийским видом спорта, как легкая атлетика, там на чемпионатах России дают просто грамоты и медали. И все. Ну а здесь же медали. Все коммерческие тайны из мира воркаута вы узнаете на канале Дэна по ссылке в описании. Ну и в финале, как мы обещали, подводим итоги голосования за самого крутого дикаря нашего проекта. В течение одной недели наши подписчики оставляли под предыдущим видео свои комментарии. При подсчете голосов двойные посты с одного аккаунта, разумеется, не учитываясь, потому что решало не количество комментариев, а количество людей, отдавших свое предпочтение тому или иному атлету. Третье место достается Рафаэлю Кулиу, за которого отдали свои голоса 26 подписчиков. Серебро у Лемы Мортозалива с невероятными силовыми трюками, которые обеспечили ему признание у наших зрителей. Благодаря чему у него собралась очень дружная и мощная группа поддержки, и Лема набирает 98 голосов. Ну а лединым всего голосования стал богатырь из Фролова Юрий Рогачев, который на протяжении уже долгого времени удивляет подписчиков нашей группы ВКонтакте различными мотивирующими и крутыми видео. За него отдали свои голоса 295 зрителей, и поэтому Юрий получает приз от нашего постоянного партнера компании Великорос. Еще раз благодарим всех спортсменов за их идеи, за старания и за невероятно зрелищные и мотивирующие видео. Ждем новых крутых роликов, а вас, наши уважаемые зрители, просим не забыть подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей. Всего вам доброго и будьте здоровы!